Обычным морозным утром четверга ничего не предвещало беды. Так оно и получилось, только не для сити-менеджера Ставрополя. Как гром среди ясного неба и Следственного комитета страны раздалась новость. Игорь Бестужий задержан за взятку. Взбуждено уголовное дело в отношении главы администрации города Ставрополя Игоря Бестужева. Он подозревается в покушении на получение взятки. Разработка противоправной деятельности Бестужева, его помощников, других соучастников, велась с сотрудниками Следственного комитета и оперативниками МВД на протяжении нескольких месяцев. Следствием установлено, что Бестужий через своего общественного помощника Козлова, действовавшего совместно с риэлтором, пытался получить взятку от предпринимателя в размере 50 миллионов рублей за предоставление в аренду земельного участка площадью 5 гектаров, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя. А это самый расцвет карьеры Дмитрия Кузьмина. В 2007 он привел свою справедливую Россию к победе на выборах в Краевую Думу, которую, к слову сказать, возглавил старый товарищ и компаньон Андрей Уткин. На странице криминальных хроник они попали тоже вместе. Уже в конце года в мэрии начались обыски. Городоначальник успел сбежать в Австрию, а вот спикер угодил за решетку. Правда, ненадолго, а за помощь следствию его выпустили прямо из зала суда. С моей политической карьерой, точка поставлена, мы, так сказать, эту тему закрыли, я для себя закрыл. Уже на следующий день после задержания Игоря Бестужева суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу. Человека, который совсем недавно давал поручения подчиненным, презентовал новый городской портал «Введут в наручниках». Следователи, между тем, вплотную занялись сбором доказательств незаконной деятельности чиновника. Дома и в кабинете у Игоря Бестужева провели обыски. Теперь зовут помощников. В связи с проверкой причастности Бестужева к иным преступлениям, следствие предлагает всем гражданам, кто так или иначе пострадал от противоправных действий чиновника, обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю. Участок, из-за которого-то и начался весь сыр-бор, находится в районе западного обхода Ставрополя. Пять гектаров земли в этом месте – очень лакомый кусок. Эксперты предполагают, схема, которой по версии следствия хотел воспользоваться Бестужей, очень проста. Минимальная ряда наставка у нас на теплицы, на культурно-оздоровительные комплексы. Вот только на комплексы, выделено там, то ли 10, то ли 12 комплексов, должно было строиться в Ставрополь. Теплиц там несколько штук и так далее. Разве это ничего не строится? Эта земля просто отстаивается. Прямо, скажем, в резерве отстаивается. Когда находится хороший покупатель, который предлагает приличные деньги, уже не в казну города, разумеется, а вот саму посреднику. Эти люди приходят, я так понимаю, в главе, издаются новые постановления, и за это постановление они получают эти деньги. Это только наше предположение, схема такая. По делам Бестужеву уйди и не возвращайся назад. Вот с такими лозунгами общественники города пришли поликовать над арестом своего обидчика. Перед входом в мэрию собралось около 50 человек. Среди организаторов митинга военные. Как они утверждают, из-за махинации Бестужева 27 остались на улице. Землю, уверяют, которую купили люди, сети-менеджер забрал и продал. Найти управу на местного чиновника смогли лишь на самом верху. Это было где-то месяц назад. Сечин позвонил мне по телефону, потому что я не скрываю свой телефон, но позвонил мне и назначил встречу в село Ульяновка. Мы ездили туда и встречали. Он пообещался разобраться с этим вопросом и сказал, что поможет в решении этого вопроса. Пока участники митинга скандировали свои лозунги, двумя этажами выше решали, кто же теперь займет роковое кресло. Решение было принято. На следующей неделе соберется Дума и назначит ИО кого-нибудь из первых замов Бестужева. Их, собственно, два. Это Андрей Джадоев и Александр Вальчук. Отстранять от должности Игоря Бестужева депутаты, которые его назначали, пока не собираются. По их мнению, скандал с арестом – это еще не повод увольнять человека. Мы все-таки в правовом государстве живем, и презумпция невиновности, если судом не будет доказана его виновность, почему мы должны говорить о виновности? Вы не боитесь, что вам потом будет недоверие от жителей города Ставрополь? Вы знаете, мы все зависим от жителей города Ставрополя, но с другой стороны, эмоции и закон – вещи разные. Под арестом Игорь Бестужий пока проведет ближайшие два месяца. Анастасия Емцова, Павел Яндавицкий, Николай Попов. Информбюро «Итоги».